библейский портал экзегет.ру представляет 10 глава книги Иисуса Новина читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет я очень люблю эту главу она дает нам очень сложный вопрос по поводу которого хорошо размышлять хотя в целом довольно скучная кроме этого маленького вопроса война 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 но мы знаем что наши победили но все дело в подробностях Адуниседок царь Иерусалима у нас тут впервые появляется Иерусалим понятно что этот город потом станет столицей Израиля но это еще не скоро царь Давид только его возьмет штурмом а пока что он независимый пока что он принадлежит местным племенам узнал что Иисус захватил Ай и уничтожил его но мы это в прошлом в прошлой главе читали придав заклятию так поступил Иисус с Иерихоном и его царем так поступил он с Айем и его царем напомню что заклятие означает полное уничтожение но не из ненависти а потому что ну вот это что-то такое что не должно просто соприкасаться с миром людей и это связано конечно с языческими культами узнал Адуниседок и о том что жители Гаваона заключили с израильтянами договор о мире будут жить в их владениях но об этом тоже мечтали в прошлый раз Адуниседок и его люди испугались ведь Гаваон был большим гордым не меньше чем столица какого-нибудь царства даже больше чем Ай а жители его были храбрыми воинами вот смотрите вновь и вновь книги Иисуса Новина нам показывает ситуации личного выбора да вот я еще раз напомню геноцид 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 говорят про книгу Иисуса Новина но есть огромная разница геноцид это когда приходят убивают всех а здесь у людей остается выбор и начинается с блудницы Раав потом жители Гаваона те кто хотят договориться с израильтянами а есть те кто не хотят и тогда Адуниседок кстати интересно что Адуниседок это мой господин праведность у него такое прямо имя что хоть вот в израильтяне его записывают но язык у них видимо практически тот же это все диалекты какого-то западно-семитского общего языка и тогда Адуниседок царь Иерусалима послал гонцов Хохаму царю Хеврона Пераму царю Ермута Яфия царю Лохиша Девиру царю Иглона эти города и тогда были известны но потом они войдут состав израильского царства и будут довольно известны большинстве своем Хеврон Лохиш например и велел передать им присоединяйтесь ко мне помогите мне разгромить гаваонцев за то что они заключили с Иисусом и израильтянами договор о мире а вот хороший вопрос мы в прошлой главе читали гаваонитяне заключили договор с израильтянами вообще-то израильтяне разозлились на них они их обманули гаваонитяне но израильтяне все равно дали клятву а как они себя поведут трудный момент одно дело заключить договора а другое дело прийти на помощь есть все поводы сказать фу так они нас обманули вот и мы их обманем вот и мы не станем им помогать когда они будут в опасности и вот пять амарийских царей амария это один из главных народов которые там живут до израильтян царей Иерусалима Хеврон и Ермута Лохиша и Глона собрали все свои войска и стали осаждать гаваон жители гаваона возвали к Иисусу который стоял лагерем в Гилгарии не оставляй нас рабов твоих спеши к нам на помощь спаси нас все амарийские цари что правят в этих горах объединились против нас он мог бы сказать ха-ха-ха вы меня обманули а я вас тоже тем более что договор только что заключен гаваонитяне еще ничем не помогли израилю и уже должен Израиль воевать за них как бы не так это отличная идея пусть они убивают друг друга Иисус со всем войском со всеми своими храбрыми воинами выступил из Гилгала не бойся врагов сказал ему Господь я отдам их в твои руки никто из них не сможет противостоять тебе совершенно по-другому он себя повел да то есть и вот мы начинаем видеть в чем собственно разница вот опять-таки идея геноцида которую так и хочется вспомнить когда читаешь книги Иисуса Новина предполагает наши всегда правы мы всегда воюем за своих мы всегда убиваем чужаков ничего подобного здесь израильтяне принимают к себе чужаков гаваонитян и сражаются за них точно так же как они сражались бы за своих единоплеменников а как раз местное население вот эти самые ханане и амареи и прочее они разобщены они друг с другом грызутся на них нападает израильское войско но народ и войско здесь это одно и то же они перед этим собственно говоря войском но никакого не то что единство не проявляют они прежде всего между собой пытаются разобраться вот два разных подхода защищать даже чужих и гнобить даже своих Иисус появился перед врагами неожиданно всю ночь он шел из Гилгала при появлении израильтян Господь привел врагов в смятение израильтяне наголову разгромили их под гаваоном а затем преследовали по бедхаронской дороге и дальше вплоть до азыки и македы убивая бегущих ну наши победили это в этой книге постоянно когда бегущие спасаясь от израильтяну стремились по бедхаронской дороге Господь стал бросать на них огромные камни с неба и беглецы гибли так было до самой языке от камней падавших градом погибло еще больше людей чем отмечая израильтян вот уже такое странное чувство да Господь вмешивается в эту войну что это было метеориты прям много метеоритов в одном и том же месте а какие еще камни могут падать с неба непонятно но тем не менее смотрите вот эта мысль о том что иисус на вина израильтяне ведут войну господню а не просто война на истребление своих врагов она здесь еще раз подчеркивается а вот тут самое интересное в тот день когда господь даровал израилю победу над амореями иисус говорил с господом и сказал на глазах у всего израиля солнце остановись над гаваоном и ты луна над долину айялона и остановилось солнце и луна не двигалась с места пока народ расправлялся с глаз с врагами именно так сказано в книге достойного солнце остановилось посреди неба целый день не спешила зайти ни до этого ни после не было такого дня чтобы господь послушался человека сам господь воевал за израильтян конечно этот эпизод привезен для того чтобы подчеркнуть да это не просто война которая всегда бывает одно племя напал на другое один народ на другое и кто-то вмешался а нет это война господа но для нас она конечно эта история представляет большую трудность солнце луна перестали двигаться для человека того времени который представлял себе что над плоской землей с купол неба по нему передвигаются светило это довольно просто но взял господь и остановил светило сегодня мы знаем я надеюсь что из школы все это вынесли что земля вращается вокруг своей оси и вокруг солнца солнце движется по небу потому что земля вращается на самом деле это что земля прекратила свое вращение а потом обратно начала вращаться но по законам физики должны были начаться такие бедствия да то есть сила инерции если автомобиль внезапно останавливается врезавшись стену например внутри все гибнут на целой планете тоже просто все было бы сметено силы инерции со своих мест явно этого не происходило что тогда еще но может быть было какое-то оптическое явление мало ли там как-то преломили случай света и видимое положение солнца не менялась в небе и луна кстати тоже почему луна такое ощущение что вечер да вот бывает вечером солнце еще не зашло а луна в противоположной части небосвода уже более-менее видно да особенно если она полная и они оба стояли не двигались оба светила тогда получается что такой оптический эффект да то есть закат наступил несколько позже астрономические чем предполагалось ну в принципе можно поверить хотя мне кажется такие эффекты они очень нестойкие да я не астроном не оптик но я знаю что бывают там всякие двойные солнца но это вот что-то такое очень непродолжительные точно она не не удлиняют на долго световой день что еще а может быть время в этой местности вдруг остановилась вот знаете как таких фантастических фильмах там какая-то матрица да вдруг хоп стоп кадры все летящие пули повесли в воздухе да и а наш герой там их ловит руками отщелкивает стороны так и здесь значит все остановилось а израильтяне они двигаются они воюют со своими врагами естественных разгромили наглубу ну как это уж совсем фантастика какие-то уж совсем кинотрюки поэтический образ то есть победа пришла настолько неожиданно что солнце зайти не успела мы же говорим по-русски не успела зайти солнце не в это опоздало вот она сегодня зашло позже чем обычно в смысле все случилось очень быстро мы не рассчитывали что управимся до заката он нет еще даже раньше что закончилось но тут сказано господь говорил с иисусом даже иисус говорил с господом на то есть иисус был инициатором и господь его послушал такое объяснение что дескать все очень быстро случилось но как-то она преуменьшает эту роль чудо а здесь явно описано чудо слушать я не знаю что там было у меня нет готового ответа я просто вижу что текст созданный в другом мире от действительно другой мир где другие представления космологии он немножко на другом языке с нами говорит не в смысле что на древнееврейском а мы сейчас читаем русский перевод а еще и в смысле что сами концепции понять вот сами идеи того времени они не всегда переводимы на современный язык идеи понятия научных прежде всего фактов но что делать вот давайте оставим это как некоторую такую неразрешенную загадку а затем иисуса все израильтяне вернулись свой стан гилгал пять амарийских царей бежали спрятались пещере без близма кеды ну а здесь уже все будет понятно а когда иисуса показали что этих царей нашли что они прячутся в пещере близма кеды а там ну местность гористая поэтому много всяких укрытий скалах он приказал завалите вход в пещеру большими камнями и поставьте стражу на сами не останавливайтесь ну то есть чтобы их заблокировать но пока не за этой пещеры будут доставать время пройдет преследуйте врагов бейте их в спины не давайте мукрыться в городах господь ваш бог отдал врагов вам в руки а после того как иисус израильтяне наголо разгромили врагов перебив их почти полностью лишь немногим удалось укрыться в укрепленных городах все войско вернулось в стан в македу и собралось вокруг иисуса все они были невредимы ни один волос не упал с их головы тоже ведь чудо да когда войске нет потерь даже при преследовании отступающих кто-то там повернется и нанесет удар да а тут этого не было то есть такое полное чудо теперь откройте вход в пещеру приказал иисус приведите ко мне из пещеры этих пятерых царей его приказ выполнили и привели к нему из пещеры пятерых цари царя иерусалима царя хеврона царя ермота царя лохиши царя иглона это города они именно когда этих царей привели иисус созвал всех израильтян и приказал вождям которые ходили вместе с ним на битву подойдите и наступите этим царям на шею те подошли и наступили на шеи но понятно их положили на землю а их задушили причем таким очень жестоким образом да иисус сказал ничего не бойтесь не страшитесь будьте твердыми и стойкими вот что сделает господь со всеми вашими врагами со всеми против кого вы воюете затем иисус убил этих царей повесил их трупы на пяти столбах они висели там до вечера на закате иисус велел снять трупы со столбов и бросить в пещеру где эти цари прятались а вход в пещеру завалить большими камнями эти камни и по сей день там зачем такая жестокость но он их уже победил царь без войска это просто растерянный несчастный человек да никакой угрозы он не представляет но вновь и вновь вот эта идея тотального очищения земли от тех кто против израиля кто против его бога что это собственно говоря очистка территории да вот этнические чистки мы сегодня называем но этнические во время во имя этноса во имя своего народа это делается здесь во имя бога хорошо ли это плохо с нашей сегодняшней точки зрения по сегодняшней морали безусловно плохо по тем временам мне кажется это довольно большой шаг вперед и мы об этом уже говорили что от личной ненависти какому-то народу израильтяне переходит к войне за своего бога но они просто пока не понимают что это может быть что-то другое нежели такая тотальная война на истребление они просто иначе не умеют в тот же день иисус захватил македо он перебил ее жителей убил царя неудивительно уничтожил придав заклятию город и все кто в нем жил до последнего человека с царем македоисус поступил так же как с царем иерихона ну то есть вот тотальное убийство от македоисус вместе со всеми израильтянами двинулся к левне и напал на нее или в но господь отдал руки израильтян вместе с ее царем иисус уничтожил город и все кто в нем жил до последнего человека с царем левна он поступил так же как с царем иерихона ничего нового отливные иисус вместе со своей со всеми израильтянами двинулся к лохишу и осадил его это вот все города уже пошли из этой коалиции начиная с лохиша господь отдал лохиш руки израильтян уже на следующий день иисус захватил город он уничтожил город и все кто в нем жил Сделал с Лохишем то же, что и сливной В это время Хорам царь Гезра шел на помощь Лохишу А Иисус разбил его на голову Уничтожил все его войско до последнего человека От Лохиши Иисус вместе со всеми израильтянами Двинулся к Иглону и осадил его В тот же день они захватили город и уничтожили его И Иисус, предав заклятию, истребил всех, кто жил в городе Точно так же, как он сделал это с Лохишем От Иглона Иисус вместе со всеми израильтянами Поднялся к Хеврону и напал на него Они захватили город и уничтожили его И царя, и окрестные селения, и все, кто жил в городе До последнего человека Иисус сделал с Хевроном то же, что и с Иглоном Уничтожил, предав заклятию города всех, кто жил в нем Затем Иисус вместе со всеми израильтянами Повернул к Девиру и напал на него Захватив город вместе с его царем А также окрестные селения не перебили всех жителей Уничтожили, предав заклятию всех, кто жил в городе До последнего человека Даже уже скучно становится это читать, правда? Так поступил Иисус с Хевроном Так поступил он с Ливной ее царем, так же он поступил с Девиром и его царем. А вот пошли уже и другие города. Ну и дальше кратко подводится итог. Иисус истребил всех жителей этой страны, всех, кто жил в горах, в Негиве, в Шефеле и на склонах. Шефела – это полоска между Нагорьем и побережьем, так и предгорьем. Вместе со всеми их царями. Он уничтожил, предав заклятию, так повелел Господь, Бог Израиля. Все, кто жил в этой стране, до последнего человека. От Кадэш-Барнея до Газы. Кадэш-Барнея – это место их стоянки еще за пределами обетованной земли. И по всей области Гошина до самой границ Гаваона. Гаваон – вот та самая область, с которой договорились. Одним ударом разгромил Иисус всех местных царей и захватил их земли, потому что сам Господь, Бог Израиля, сражался за израильтян. После этого Иисус и все израильтяне вернулись в свой стан Гилгал. Знаете, тут много можно было бы говорить слов на тему, какие они были плохие, и как израильтяне правильно поступили, что их уничтожили. Я этого делать не буду, потому что вы наверняка эти слова слышали, и они все равно никого не убеждают. Еще раз я скажу другое. С моей точки зрения, это просто такой какой-то очень ранний этап осознания того, что так нельзя. И пока что это осознание касается только одной вещи. Так нельзя, кроме тех случаев, когда Господь прямо это предписывает. И вот израильтяне так услышали голос Божий. Для того, чтобы услышать его не в буре, не в натиске, а в веянии тихого ветра, как пророк Илья, требовалось пройти через какие-то стадии духовного развития, возрастания израильтяне через них и проходят. Субтитры создавал DimaTorzok